всем привет и добро пожаловать на канал биби таки dolls и сегодня я приглашаю вас на кукольное чаепитие и сегодня давайте поговорим о стиле а именно о стиле твиги ведь именно она ассоциируется нас с куклой папе паркер и давайте поговорим о том как составить гардероб для своей куклы папе паркер чтобы она походила на твиги мини-платье лесли хорнби она же твиги сделала мини-платье невероятно популярными но это не те мини из двухтысячных которые выглядели вульгарно а скорее нечто может быть даже детская и наивная твиги носила платье а силуэта то есть не обтягивающие не облегающие а свободного прямого кроя платья которые не подчеркивают фигуру они часто были с короткими рукавами и конечно же длиной мини то есть открывали ее тонкие хрупкие руки и ноги но не подчеркивали саму фигуру стиль твиги это смелость и комфорт в этом платье можно танцевать дурачиться и конечно же яркие цвета только приветствуются и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мужской костюм Мужской брючный костюм очень красиво смотрелся на Твиге. Она носила костюмы с брюками и с шортами. И костюмы могли быть как классической расцветки, так и какой-нибудь необычной, например, в цветочек. Субтитры сделал DimaTorzok Туфли на небольшом каблуке. Стиль Твиги это не про шпильки. Это девичьи сандалии, балетки, туфли на небольшом устойчивом каблуке. Кеды тоже отлично подойдут. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Твиги стала символом 60-х. Спортивный же стиль стал моден позже, в 70-е. Но в гардеробе Твиги были и спортивные вещи. Например, жилетки с капюшоном на молнии. Чтобы представить, какие вещи в стиле Твиги, именно спортивные вещи, представьте себе девочку, которая идет на прогулку, например, попрыгать на скакалке. Вот в чем ей было бы удобно и комфортно. Большие очки 60-е – это эпоха больших круглых очков. Именно такие предпочитала Твиги. Массивные, с большой, яркой, выделяющейся оправой. Вязаный свитер Свитер Твиги – это вязаный свитер какого-нибудь сложного узора. Может быть, однотонный, может быть, с каким-то рисунком, орнаментом. Но обязательно под горло. Силуэт его должен быть прямым и достаточно объемным. Он не должен облегать фигуру. Твиги – это не про облегающие силуэты. Это про свободный крой, в котором легко просто двигаться. Мини-юбки И эти объемные свитеры прекрасно сочетаются с мини-юбками. И это сочетание мини-юбок и объемных свитеров дизайнеры используют до сих пор, 60 лет спустя. Продолжение следует... Рубашки Прямые мужские рубашки всевозможных расцветок. Это могли быть какие-то классические обычные светлые рубашки, либо с яркими принтами. Но обязательно прямого классического кроя. И особенность стиля Твиги – это рубашка, застегнутая под горло до самой последней пуговки. Продолжение следует... Продолжение следует... Крупные серьги. Серьги самых разных форм и расцветок. Но при этом никакой дорогой ювелирки, драгоценных камней, драгоценных металлов. Пластик и стекло – это отличный вариант. Главное, чтобы было ярко и массивно. Брюки 60-е – это эпоха сексуальной революции. И женщины радостно ввели в свой гардероб такую вещь, как брюки. И стиль Твиги – это прямые классические брюки, либо, конечно же, брюки-клёш. Субтитры подогнал «Симон» Бикини Свободнее стали не только нравы, но и мода на пляже, поэтому в моду вошло бикини. Бикини Яркие колготки и гольфы Наверное, это единственная облегающая вещь в образе Твиги. Но мини смотрится намного трогательнее, если дополнить их яркими, плотными колготками или гольфами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Стиль Твиги – это яркие цвета, чёткие угловатые формы. Это образ девочки-подростка, девочки-пацанки, девочки-непоседливые, которая готова в любой момент встать и побежать, играть, залезть на дерево, на танцы побежать. Поэтому ничто не должно сковывать её движение. Одежда должна быть удобной, но при этом красивой. И, конечно, 60-е – это не только стиль Твиги. И компания Integrity Toys выпускает Поппи Паркер в самых разных образах. И даже в двух возрастах – девочка-подросток и уже выросшая Поппи Паркер. Опознать их можно, конечно же, по образам. У девочки-подростка это всегда более нежные, более наивные образы. А у выросших Поппи Паркер – это зачастую какие-то вечерние, гламурные наряды. Но ещё их можно опознать по стопе. Потому что у девочки-подростка стопа плоская, а у подросшей Поппи Паркер – повзрослевшей – стопа идёт под каблук. Но если вы хотите, чтобы ваша Поппи была в образе девушки-подростка, то обратите внимание на стиль Твиги, на её фотографии. Они подарят вам огромное количество идей для гардероба и невероятное вдохновение. И спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. И расскажите, пожалуйста, с чем, с кем, с каким персонажем, с какой звездой ассоциируется у вас Поппи Паркер? Что для вас стиль Поппи Паркер? Лично для меня в первую очередь это, конечно, Твиги. Но есть некоторые куклы Поппи Паркер – это именно выросшие уже куклы Поппи Паркер, которые всё-таки у меня ассоциируются с другими персонажами и иногда с теми, которые совсем, казалось бы, не имеют никакого отношения к миру моды. Но некоторых кукол Поппи Паркер мне хочется всё-таки оставлять именно вот в этом стиле Твиги.